Сегодня стали известны имена молодых российских ученых, лауреатов премии президента в области науки и инновации. Генетик Екатерина Прошкина изучает механизмы старения организма человека. Химик Дмитрий Копчук разработал электронный сенсор для выявления веществ даже при самой низкой концентрации. А исследование физика Владимира Стыгайлова позволит создавать материалы с заранее заданными свойствами. Подробнее об авторах и их открытиях Александр Лякин. Век плодовой мушки короткий, несколько недель. Но именно она поможет людям жить дольше. Геном этого насекомого на 80% повторяет человеческий, что позволяет ученым находить слабые места в генах не только мухи, но и людей. С помощью этих мух трозофил, кандидат биологических наук из Иктывкара Екатерина Прошкина, ищет возможности организма противостоять негативным факторам окружающей среды. Берем вот такую мушку, заходим в помещение. Например, у нас есть подозрение, что в помещении находится какой-то загрязнитель. Ну, скажем, формальдегид или какое-то другое ядовитое вещество. Мушка постояла в этом помещении. Мы на нее посветили фонариком синим. Увидели, что она светится зеленым. И понимаем, что да, действительно, загрязнение есть. Работа Екатерины Прошкиной публикуется и цитируется в ведущих научных журналах мира. И премия президента, о присуждении которой было объявлено сегодня, не единственная ее награда. В первой в мире она показала, как воздействие на определенные гены существенно может замедлить старение и продлить жизнь. Я надеюсь, что благодаря науке удастся также продлить жизнь человека через 100-200 лет в 2-3 раза. На премию президента претендовали 147 молодых ученых со всей страны. В итоге лауреатами стали три человека. Кроме Екатерины Прошкиной, это Владимир Стегайлов из Дубны и ученый из Екатеринбурга Дмитрий Копчук. Самое понятное объяснение того, что он сделал, это очень продвинутые молекулярные сенсоры, которые условно называются электронный нос, для обнаружения сверхнизких концентраций различных веществ в воздухе, в растворах, в том числе взрывчатых веществ. И эти вещи, которые уже применяются в практике. А вот работы ученого из Института высоких температур Владимира Стегайлова так просто не опишешь. Можно сказать, что он тоже работает над проблемой продолжительности жизни. Но только не живых организмов, а самых различных материалов. Например, ядерного металлического топлива для перспективных реакторов на быстрых нейтронах. С помощью его исследований уже сегодня можно с очень высокой точностью назвать сроки разрушения самых ответственных узлов реактора. Не проводя эксперименты, предсказывать, какие свойства материалы будут. И тем самым делать или давать рекомендации, какие новые материалы можно сделать, чтобы у них были нужные инженерам свойства. Исследования, которые проводит Владимир со своими коллегами, позволяют создать детальные модели атомов самых разных веществ. А это в первую очередь поможет создавать новые материалы с заданными свойствами. Одно из направлений его исследований — это изучение свойств графита. Графит — самый тугоплавкий материал на Земле, если не считать искусственных композитов. При этом точная температура его плавления до сих пор была неизвестна. Расплавить его очень трудно. Такие эксперименты делались только с помощью импульсного нагрева. И разные методы давали разные значения с разбросом примерно в тысячу градусов. Все лауреаты работают в совершенно разных областях науки, но есть у них и общее. Всем им предлагали интересную работу за границей. Но все трое заявляют, что хотят заниматься исследованием у себя дома, в России. Александр Лякин, Артем Тихонов, Анна Пузанова, Первый канал.